Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно все об их запчастях. Знайте, что в компании «АвтоСтронг-М» 180 тысяч запчастей, среди них двигатели, коробки передач, а также навесное оборудование и кузовщина. Помните, у нас быстрая доставка, отличный сервис и гарантия. Ну а сегодня мы разберем надежный, олдскульный мотор Volvo B5252S. Встречаем! Мы уже рассказывали о нескольких модульных двигателях Volvo, а сегодня мы разберем рядную пятерку объемом 2.5. Это первая версия пятицилиндрового двигателя Volvo. Данный двигатель имеет обозначение B5252S. Дебютировал данный двигатель в 1991 году на Volvo 850. Его также устанавливали на Volvo S70 и V70. У данного двигателя, который был представлен в начале 90-х, легкосплавный блок цилиндров, также легкосплавный поддон. В данном двигателе по два клапана на цилиндр, которые приводятся двумя распредвалами. Кулачки распредвалов давят на толкатели, в которых присутствуют гидрокомпенсаторы. Напомним, что Volvo в 2000 году отказалась от использования гидрокомпенсаторов в своих моторах. Данный двигатель имеет приличную надежность и хороший ресурс. Очевидных слабых мест он не имеет, но сегодня мы вам расскажем о его особенностях и характерных неисправностях. Сейчас обо всем поподробнее. Из-за неисправности датчиков распредвала и коленвала. Коленвал находится вот здесь, но в данный момент его нет. Двигатель может не заводиться, при этом появляются соответствующие ошибки. Но иногда виной тому, что двигатель не запускается, могут быть окислившиеся контакты электрических разъемов датчика. Поэтому перед заменой датчика распредвала или коленвала стоит проверить напряжение на третьем контакте. При этом на первом контакте должна прозваниваться масса, а на среднем контакте при прокручивании двигателя сигнальное напряжение должно быть от 0 до 5 вольт. Распространенная проблема двигателя Volvo 850 – это запуск мотора не с первого раза. При плохом запуске, если слышен щелчок в районе приборной панели, то значит надо менять реле бензонасоса. Реле бензонасоса располагается под капотом в блоке предохранителей возле левого нижнего угла лобового стекла. В выпускной системе двигателя Volvo B5252S два лямбда зонда. Самый важный датчик – это первый. Именно от его работоспособности зависит работа двигателя и расход топлива. Если с датчиком что-то не так появляются соответствующие ошибки. В ряде случаев этот датчик может работать медленно, хотя диапазон его показаний еще вписывается в нормальный. Тогда заметно увеличивается расход топлива, потому что ЭБУ начинает ошибочно переобогащать топливную смесь. Дроссельная заслонка на двигателе B5252S имеет тросовый привод, но трос подведен не к дросселю, а к катушке, которая штоком соединена с дросселем. Положение отслеживает потенциометрический датчик. Замечено, что с годами между заслонкой и ее корпусом образуется зазор, через который поступает воздух. Тогда двигатель держит высокие холостые обороты. В этом случае надо менять заслонку на новую либо же на отличную БУ из «АвтоСтронга». Данный потенциометрический датчик далеко не вечный. С годами в нем могут протираться графитовые дорожки, и тогда ЭБУ будет неправильно определять положение заслонки. Обычно глюки начинаются при нагреве данного датчика. Потенциометр можно проверить. В начальном положении сопротивление между контактами 1 и 3 должно быть от 800 до 1200 Ом и плавно подниматься до 2000-3000 Ом при полностью открытой дроссельной заслонке. На автомобиле можно проверить сигнальное напряжение. Оно должно расти от 0,5 до 4,5 вольт. По всем показаниям наша заслонка исправна и без каких-либо зазоров. Айда за заслонками в «АвтоСтронг». За холостой ход отвечает отдельный регулятор клапан с управляющим соленоидом. При засорении клапана возникает нестабильный холостой ход, но это лечится чисткой вот этого регулятора. Вот этот регулятор с двигателя 2,4. У мотора 2,5 другой регулятор. Вот эти трубки установлены на одной линии. Также вместо электромотора стоит шаговый электродвигатель. Тот корпус прекрасно разбирается и чистится от угольной пыли. Ну а в разборе сегодня нам будет помогать человек, который собирает очень много лайков в комментариях. Итак, встречаем ваш любимый Павел. Здравствуйте. И мы начинаем нашу разборочку. Термостат и датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателе B5252S служат хорошо. Если что-то не так с термостатом, то двигатель тогда не прогревается или температура его падает при остановке на светофорах. В данном случае с нашим термостатом при разборе Паша начудил и он немножко сломался. Но чудить может не только Паша, но и датчик охлаждающей жидкости. Тогда он показывает неправильную температуру двигателя, причем врёт он практически всегда в меньшую сторону. При этом двигатель будет некорректно работать, потому что ЭБУ будет формировать некорректно богатую топливную смесь. Двигатель будет расходовать больше топлива, дымить, плохо тянуть. Обычно замена вот этого датчика решает данную проблему. На двигателе B5252S установлен вот такой легкосплавный впускной коллектор. Естественно ломаться здесь нечему, потому что он выполнен очень надежно. Вот здесь установлены форсунки. Форсунки тоже служат неплохо, но могут засориться. Если засоряются, то, естественно, увеличивается расход топлива. Но форсунки отлично чистятся. Чистить надо форсунки специальным средством с проверкой работоспособности форсунок и с проверкой качества распыла топлива. Форсунки уплотняются тремя уплотнительными колечками. Верхняя и нижняя одинакового диаметра, средняя большего диаметра. Такие уплотнительные кольца доступны только по оригиналу. Ну, то есть, есть неоригинальные, но они очень не часто доступны в продаже. На этом старом модульном двигателе Volvo используется система вентиляции картерных газов с фирменным баком маслоотделителем, который установлен под впускным коллектором. Так вот, если интервалы замены масла соблюдаются, если масло качественное и владелец автомобиля Volvo не употребляет короткими поездками, то трубки системы вентиляции картерных газов и бак маслоотделитель не закупориваются. Если же эти негативные факторы присутствуют, то нарушается проходимость системы ВКГ. Для данного старого мотора Volvo есть тест, который подходит и к более новым двигателям Volvo, который может диагностировать систему вентиляции картерных газов. То есть, берем медицинскую перчатку, надеваем ее на маслозаливную горловину. Если перчатка слабо наполняется картерными газами, то тогда система вентиляции картерных газов все хорошо. Если же она раздувается, то тогда данную систему надо лечить. То есть, нужно поменять все трубки, бачок маслоотделитель, также трубку, которая подает картерные газы во впуск перед дросселем. На входе во впускной тракт в трубке находится вот такой вот своеобразный пламя-гаситель с несколько десятками отверстий. Данный пламя-гаситель служит ограничителем потоков газов, а также дополнительным отсеивателем паров масла. Но он очень быстро закупоривается. Давление в картере выдавливает сальники распредвалов. Также маслозаливная горловина потеет маслом и в самых запущенных случаях потеет сальник коленвала. У нас тут ситуация просто вот пушной зверек, потому что все закупорено. Такое ощущение, что этот двигатель работал на моторном масле. На ранних модульных двигателях Volvo используется система зажигания с распределителем. Вот это не трамблер как таковой, а просто крышка и бегунок. Данная система надежная, хотя в ней есть движущиеся части, которые подвержены механическому износу и подгоранию. Это бегунок распределителя и его крышка. О механическом износе говорят провалы мощности. При трогании мощность проседает с характерными дерганиями. Обычно это происходит при прогретом двигателе. Также высоковольтные провода с годами выходят из строя. Они пробивают искрой на металлические детали, вдоль которых проложены. Искрение можно обнаружить без специальных инструментов и приборов. То есть, когда темно, будут видны искры, которые пробивают проводку. Зубчатый ремень на данном двигателе натягивается гидравлическим натяжителем. Данное решение компания Volvo использовала на модульных моторах до 1998-2000 года. То есть, на некоторых моторах до 1998-2000 года, на некоторых до 2000-2000 года. Затем стали использовать механический натяжитель. Данный ремень надо менять вместе обязательно с роликом и желательно поменять помпу системы охлаждения. Но при замене надо обязательно установить вот эту дистанционную шайбу между роликом и гидронатяжителем. В противном случае при запуске мотора ремень может перескочить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самые внимательные и преданные зрители нашего канала наверняка знают, что клапанная крышка в модульных двигателях Volvo по совместительству является постелью распредвалов. Также стоит отметить, что это редкая версия двигателя 2.5. Здесь по два клапана цилиндра, итого 10 клапанов. Если говорить о состоянии, то мы не удивлены наличием вот этого вот шлама, потому что такая вот шлама творилась и в системе вентиляции картерных газов. Но, что удивительно, кулачки и шейки распредвалов не пострадали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данном двигателе Volvo в приводе клапанов используются тарельчатые толкатели, а в них гидрокомпенсаторы. Соответственно, здесь регулировать тепловые зазоры не надо. Напомним, что после 2000 года Volvo отказалась от использования гидрокомпенсаторов в бензиновых двигателях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данных двигателях Volvo при больших пробегах пробивает иногда прокладку ГБЦ. Трещина обычно небольшая, а о трещине говорит снижение медленной антифриза, также раздувание патрубков системы охлаждения, парение небольшое из трубы, а также появление пузырьков в расширительном бачке. Каждый владелец сам решает, что с этим делать. Если утечка небольшая, то обычно просто доливают антифриз и ездят дальше. Немало двигателей Volvo дожили до необходимости замены маслосъемных колпачков. Дело в том, что из-за затвердевания сальников, а также потери их эластичности, масло стекает по клапанам и попадает в камеры сгорания. Тогда двигатель может есть масло до полулитра на тысячу километров. На негерметичность маслосъемных колпачков указывает наличие масла на резьбе свечей в отсутствии масла в свечных колодцах. На замену надо выбирать маслосъемные колпачки высотой 9 миллиметров. Они соответствуют спецификации Volvo. Помимо дорогущих маслосъемных колпачков от Volvo, достойным качеством и нормальной высотой обладают маслосъемные колпачки от компании Febi и Scantec. Ну а если установить некачественные маслосъемные колпачки, то они уже дадут течь после пробега в 20 тысяч километров. На данном примере мы видим, что этот двигатель уже доехал до необходимости замены маслосъемных колпачков. Потому что на стержнях выпускных клапанов мы видим сажу, нагар и масло, которое стекало и попадало в камеры сгорания. То есть этот двигатель легко мог есть масло те же полулитра на тысячу километров. Ну а этот мотор мы разбираем для вас по другой причине. Здесь изношены вкладыши, он не прошел строгий контроль качества от компании «АвтоСтронг-М». То есть наши ребята его разбирали, дефектовали, подсобрали, чтобы мы показали его вам. Блок здесь алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. Если говорить о состоянии, то хон здесь стерт наполовину. Присутствует пробежалости от контакта с юбками поршней. Но откровенных задиров мы не наблюдаем. Масляный насос на двигателе B5252S приводится от носка коленвала. Есть мнение, что этот насос очень плохо противостоит износу и со временем его производительность снижается. Это приводит к износу коренных вкладышей. Предшественником данной проблемы может быть долгое горение индикатора низкого давления масла на приборной панели. При любой удобной ситуации надо снять маслонасос и располовинить его для того, чтобы продиагностировать. А снятие маслонасоса может понадобиться из-за течи из-под его прокладки. В данном случае царапины на корпусе маслонасоса также на шестернях не такие глубокие, как может показаться. Но тем не менее. Мотор Volvo сопротивлялся до последнего фактическому отсутствию смазки. Первая пара трения, которая сдалась, это вот эти вкладыши третьего шатуна. Их буквально провернуло и наварило на шейку коленвала. На подходе были еще два вкладыша. Началось выкрашивание. Маслосъемные кольца все закоксованы, залегли. Некоторые компрессионные кольца также залегли. Коренные вкладыши износились до меди. Ну и, естественно, задиры на шейках коленвала. Верхние коренные вкладыши тоже изношены, но не так критично, как нижние. В данном блоке нет маслофорсунок. Разборка закончена и сегодня мы разобрали очень надежный и долговечный двигатель. Но вы сами видите, что его может убить. Меняйте масло чаще и вовремя обслуживайте свой двигатель. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только качественные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok